Всем привет! Сегодня будет рецепт колбасы советской сырокопченой по ГОСТу 16131, но с некоторыми изменениями, которые откорректированы под мой вкус. Они будут заключаться в первую очередь в изменении количества шпига. По ГОСТу идет 30%, я буду использовать 25%, соответственно увеличу на 5% долю говядины. Что нам нужно для приготовления этой колбасы? На 1 кг фарша смеси 50% свинины, я использую лопатку полужирная, 25% говядины нежирной и 25% шпига хректового. Я уже предварительно помыл мясо, нарезал на полоски удобные для измельчения в мясорубке и сейчас мы приступим. Шпиг и свинину пока отправим в морозилку, потому что сначала будем измельчать говядину. Значит сразу скажу, что нужно работать с подмороженным мясом, температура где-то минус 1-3 примерно. Шпиг вообще в конце будет использоваться, он постоянно должен находиться в морозилке. Температура общей фаршесмеси не должна превышать 4-6 градусов. Но это в первую очередь нужно для того, чтобы не размазался шпиг по фаршу, не размазался рисунок и не произошло осаливание. Итак, приступим к измельчению говядины. Измельчать будем на самой мелкой решетке и говядиной свинину, у меня 3-х миллиметровая. Также для приготовления фаршесмеси нам понадобится соль нитритная 35 грамм на килограмм фаршесмеси, перец белый или черный молотый 1 грамм, кардамон 0,3 грамма, коньяк или модера 2,5 миллилитра. Стартовые культуры я использую в биостарт плюс по рекомендации от производителя 0,5 грамма на килограмм. И тут же находится смесь кристалют, сахаров, опять же по рекомендации 3 грамма на килограмм. Пока я буду перемалывать фарш, нужно согласно рекомендациям взять отеплить где-то полчасика стартовые культуры. И вот здесь у меня водичка 25 миллилитров на 1,5 килограмм фаршмеси. То есть у меня здесь 2 килограмма сейчас делается, у меня здесь 50 миллилитров. Сейчас начнем перемалывать, это пока в стороночку. Все пропорции будут указаны под видео. Теперь нужно хорошо вымесить. Я буду вымешивать при помощи планетарного миксера. Можно комбайном, можно руками, кстати. Ну главное, чтобы не нагревать фарш. Сюда сначала добавляем говядину перемолотую. Сюда же добавляем все наши специи и соль. И сюда добавляем коньяк. Хорошенечко вымешиваем в течение 3-4 минут. Теперь сюда добавляем свинину. Берем стартовые культуры и смесь сахаров. Разбавляем водички. И еще хорошенечко перемешиваем. Образовались такие характерные белковые волокна. Это говорит о том, что уже достаточно. Теперь сюда добавляем шпик. И нужно аккуратно это все размешать по всему фаршу. Я буду вот такой насадкой перемешивать для тугого теста, чтобы меньше размазывалось. Вот так получилось. Теперь отправляем это в холодильник, пока будем подготавливать оболочку. Набивать я буду в оболочке Nala Firm 47 диаметра и коллагеновую 45 диаметра. Предварительно я их замочил. Это нужно делать для того, чтобы увеличить эластичность. И когда будем уплотнять батончики, чтобы влезло немного больше фарша. И когда будет происходить последующая усадка, будет происходить равномерное стягивание оболочки. И не будет провисания оболочки, отслоения от фарша. Эти оболочки имеют, каждая из них, свои плюсы и минусы. Но об этом я покажу, расскажу уже наглядно, когда будет колбаса готова. Я предварительно завязал с одной стороны уже оболочку, чтобы удобно было набивать. Стравливаем воду, прогоняем сквозь цевку фарш и начинаем набивать. Для набивки я крайне рекомендую использовать колбасные вот такие шприцы. Особенно для фарша, в котором присутствует шпик. При помощи мясорубки, как правило, такого добиться невозможно. Потому что будет передавливаться, пережиматься шпик и он будет размазанный. Теперь батончики нужно уплотнить и хорошенечко обвязать, сделать петельку. Получился такой батончик. Остальное делаем по подобию. Итак, получились такие батончики. Теперь что делаем? Нужно, во-первых, взвесить каждый, навесить бирочки, сколько имеет веса. Почему? Потому что будем определять степень готовности по потере веса. То есть, считаться будет готово при потере веса 40%. И теперь необходимо запустить старты. Для этого можно вешать в кухне при температуре 20-22 градуса, 23 градуса на одни сутки. Максимальное количество по времени не больше 36 часов, то есть не больше полутора суток, чтобы старты не начали уже закислять фарш. То есть, в течение этого времени запустятся старты, начнется ферментация, колбаса станет красной. И после этого нужно будет отправлять в холодильник на осадку. Итак, сутки прошли, старты свои поработали. Видно визуально, насколько красненькой стала колбаска. Вот это айцеловская оболочка, вот эти три коллагеновые оболочки. Оно видно даже по поверхности колбасы. Теперь нужно отправить на осадку в холодильник при температуре 2-4 градуса, влажности 85-90%, это оптимально. Можно меньше, если нет такой влажности, на 4-5 суток. За это время стабилизируется фарш, произойдет уплотнение фарша и прекратят работу старты. Они уже свое отработали, ферменты уже в колбаске есть, а дальше уже после осадки будем коптить. Итак, 5 суток осадки прошло, теперь пришло время коптить. Коптить я буду в активном дымогенераторе при температуре 18-20 градусов в течение 6-8 часов. Если использовать вот такой пассивный дымогенератор, где опилки медленно тлеют, в таком нужно коптить в течение 18-24 часов при тех же самых 18-20 градусах. После этого колбаска достается, вешается в климатическую камеру и вялится уже до готовности. Готовность считается при потере веса 40%. Определять будем по бирочкам, на которых указан вес. Все же встретимся на разрезе колбаски. Итак, на сегодняшний день прошло практически 2 месяца, колбаса завялилась. Та, которая была в коллагеновой оболочке, завялилась раньше. Для того, чтобы она не высыхала, я ее завакуумировал. А та, которая была в полимерной, на лафермовской оболочке, та где-то на 2 недели дольше вялилась. Поэтому, только она завялилась, я ее уже достал. Теперь открываем и смотрим. Во-первых, видно невооруженным глазом, насколько более красивая та, которая на лафермовской оболочке. Это такая довольно сморщенная колбаса. Вот так выглядят на разрезе. Итак, что по вкусу? По вкусу хорошая, качественная сырокопченая колбаса. По шпигу здесь 25%. Напоминаю, я уже с 30% уменьшил. И если я буду опять же делать в будущем, я буду уменьшать до 20%. Ну вот, к примеру, если видно, вот здесь вот 25%, а вот эта у меня браушвейская, которую я делаю постоянно, в которой 20%. Если сравнивать, например, ту самую браушвейскую и вот эту вот советскую, браушвейская мне, наверное, нравится побольше. Она так как-то помягче по вкусу. Ну, шпига поменьше будет. Опять же, делал я в привязку к гостовким стандартам. Как по мне, немного многовато соли. Процентов на 10 можно соли было бы уменьшить. И следующий, значит, момент это совместная работа стартовых культур и того небольшого количества коньяка, которое по рецептуре добавляется. Ну, коньяк, во-первых, здесь не чувствуется абсолютно. В чем я единственное заметил разницу в том, что работа самих стартов происходила немножко быстрее. Вот, например, в этой браушвейской где-то 24-25 часов, 26 часов может проходить работа стартов. Вот в этой 18-20 часов и она уже отработала. То есть, ну, это по визуалке. Я смотрю, колбаса покраснела. Поэтому после этого я ее отправил в холодильник для того, чтобы стартовые культуры дальше не работали. Видите, как оказывается, стартовые культуры тоже совсем не против подбухнуть. С этого начинают развивать более интенсивную активность в своей работе. Итак, подведение результатов, значит, те, которые рецептуры я снимаю на первый раз, я использую, в принципе, ГОСТовские стандарты. Те, которые я делаю на постоянке, я уже имею свои предпочтения по количеству соли, по количеству шпига, вот в частности. Поэтому, что я скажу, данная колбаса хороша, единственное, что, немножечко соли уменьшать процентов на 10 и с 25 до 20 процентов уменьшить количество шпига. А так она имеет право на свое существование, у нее интересный довольно вкус. Он отличается, к примеру, вот от этой браушвейской. То есть, он по-своему хороший, по-своему вкусный. По оболочкам я уже говорил, естественно, я сейчас уже использую только вот такие Налоферм, полимерные оболочки. Эти я уже просто дорабатываю, коллагеновые. При всех раскладах с ними можно при определенных проблемах с влажностью и температурой работать. То есть, в холодильнике даже обычном. Ну и плюс, сами видите, что она красивее. Ну, единственное, что, конечно, это дольше. На две недельки больше, чем в коллагеновой оболочке. На этом все, всем пока!